Киноальмонахи 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 Но нет, авторы делают Финт ушами И бросают Тебя на безумную Карусель, меняющую Представление о всей картине Словом, «Глубокой ночью» Вполне справедливо Можно считать Духовным Старшим Братом Сумеречной Зоны За десяток лет До одного из важнейших сериалов Кино Идет по тем же Рельсам Предлагая Довольно схожий набор карт Это рождает определенный вопрос, стоит ли фильм внимания, если зону вы знаете наизусть, как, впрочем, и жанры фантастики, и ужасов в целом. Стоит. Но также стоит и понимать, что вы будете видеть здесь отголоски множества других работ жанра. Отчасти потому, что кино было инфлюенсером еще до того, как это слово приобрело тот оттенок, что имеет сейчас. Фильм не удивит сетапами, но сделает это панчлайнами, а также и тем, как из одной шутки будет вытекать другая. Все же жаль, что по-настоящему блистательной я могу назвать только одну историю из пяти, хотя про гольфистов тоже была очень милой, благо что задумана как комик-релиф от самого Герберта Уэллса. И не менее жаль, что проверку временем кино проходит со скрипом. И ладно, если бы скрипом половиц в заброшенном и наводненном призраками особняке, но нет. Половицы там обычные, а призраки, местами позевывая, гремят цепями уже не с таким энтузиазмом, как ранее. Но с другой стороны, призраки там есть, и иногда они даже просыпаются. Субтитры создавал DimaTorzok